Выложила недавно видео о реакции девушки на рэп, и некоторым людям понравилось, мне очень даже приятно. Я сняла этот ролик, просто было такое настроение, не знаю, вдохновение, желание даже было сделать что-то такое. Я его на одном дыхании смонтировала, хотя это было не очень легко. Я потом не хотела его выкладывать, потому что мне казалось, ну как-то это тупо, просто реагировать на что-либо, и кто-то будет на это смотреть, но потом решила, как бы, 1 апреля, может быть, это видео кому-то поднимет настроение, и, в общем, произошло так, как произошло. Но мне очень приятно, что есть люди, которые заценили, поняли саму идею, и кому-то даже это видео подняло настроение. Я вообще рада, что мои видео вообще хоть кому-то несут какое-то настроение. Так что, если есть у вас какие-нибудь подобные идеи, что можно посмотреть такое, на что можно отреагировать, то я всегда за. Выложила видео очередное с реакцией, и что нам показывают? Видео заблокировано во всех просто странах. Пришлось его перемонтировать и залить по-новому. Мало того, что монетизация перешла к правообладателям, им этого мало стало, они решили просто блокировать видосы. У меня сегодня такие планы были, пойти все-таки повыбирать фон, но не судьба. Короче, пришлось бежать по делам, по другим. Ничего страшного. Ой, короче, я опаздываю. Мы решили сходить с молодым человеком на фильм «Призрак в доспехах», по-моему, если я не ошибаюсь. Я тут ела кукурузу, обожаю ее. Не успеваю даже поесть нормально. Буду одеваться и выбегать, а то не успею. У нас сеанс на 8 часов, а сейчас 7. Знаете, у меня сегодня такой день, вернее, у меня обычный день. Просто из-за новости в Питере как-то, не знаю, грустно стало. Пасмурно сегодня. Вчера было солнце, и предыдущие кусочки, которые я снимала на улице, было уже, в принципе, темно. Вернее, пасмурно было. Короче, небо затянуло тучами, у нас гроза была, гром вчера. Такая именно, знаете, весенняя погода. Но днем было вообще супер, прям я нарадоваться не могла после двухнедельного вот этого снегопада. Я просто порхала вчера, как мотылек. Так как я вчера не сделала вообще все дела, которые планировала, это сходить в фон посмотреть по магазинам ткани. Я думала вчера пробежаться. Я этого всего не сделала, потому что мне нужно было решать дела. А знаете, если уже взялся за дело какое-то, то доводи его до конца, и это дело должно быть уже превыше всех остальных твоих каких-то желаний, потому что это дело первостепенное. Не очень хочется вообще сейчас куда-либо выходить. Какой-то депрессняк накатывает. И если управлюсь раньше, то пойду, конечно, посмотрю фон. Я выписала себе магазин, и все никак не могла собраться с мыслями. У меня открыта была страница Tugis на ноутбуке. И я ноутбук с собой не тягаю, чтобы посмотреть эти адреса. Сообразила мозгами, что нужно выписать название магазинов, адреса, и, соответственно, выкинуть их к себе в контакт, чтобы было легче смотреть через телефон. Короче, я это сделала наконец-то. Но у меня еще есть дела. Нужно все вещи поскладывать сухие, которые я вчера постирала. Хотя я вчера убирала. Сегодня убирать не нужно, ничего, только освежить полы. Не знаю, что хотите, делайте с этой информацией. Ну, в общем, такая я. Есть куча роликов, как учителя отчитывают школьников, которые, соответственно, якобы вышли тогда на митинги. И есть ученики некоторые умняшки, которые концентрируются на том, что они выходили не за Навального, а против коррупции. Чувак как раз-таки недавно, который мне сказал, что он выходил на митинг, что я плачу якобы налоги, и поэтому выхожу в протест, потому что неизвестно, куда эти налоги уходят. У меня назревает вопрос. Куда школота-то-то пошла? Она никуда не платит. Ниоткуда и никуда. Родители их платят? Ну так почему? Пусть родители уходят. Почему-то собралась школота. Не одна школота, как говорят в интернете. На тех же роликах, которые я вставляла в свой ролик, видно, что там довольно-таки взрослые люди присутствуют. Но просто мне интересно, то большинство школоты, якобы большинство, с чего вдруг оно поддержало вообще этот митинг против коррупции? Вы что, налоги платите? Почему вас это очень так сильно беспокоит? Сейчас такой шум, такой шум. Вы не понимаете просто, что вами манипулируют. Также манипулировали украинским народом и всеми остальными народами, которые себя аналогично вели. Ощущение, что планета поделилась на здравомыслящих, и на дебилов отбитых. Просто как можно не видеть очевидного, я не понимаю. Мне 31 год. И я объясняю 40-летнему мужику, что это бессмыслица. Что то, что вы выходите на улицы, протестуете против чего-то или за что-то, вас никто не услышит абсолютно. Если это, конечно, не что-то такое важное, вот прям действительно важное и нужное. Коррупция, блин, да вы нашли против чего бороться. Идите, дайте взятку, снимите на видос в конце концов. Почему не делают митинги об улучшении в стране, не знаю, медицины, поднятии тех же пенсий. Именно для народа. Не просто в пустоту, а для народа. Высказать свою позицию, конкретную позицию. А не «я выступаю против воровства», а сам там наебал уже, я не знаю, скольких людей. Выступает он против воровства. Мне, знаете, вот часто хочется что-то сказать, высказать на какой-либо вопрос, особенно когда мне там печатают комментарии какие-то. То, что печатаю, это в большей степени неуслышанно остаётся. Увидел тот чувак, которому я написала, и то, если посмотрел. А когда снимаешь ролик, мне кажется, смотрит намного больше людей. Надеюсь на это. Все сейчас переживают, сколько украл Медведев, сколько украл Путин. Кто больше нахапал? Он взял больше, чем я бы мог, наверное. Я бы, наверное, так даже не сделал. Или ещё там что-нибудь. Понимаете, это такая бессмыслица. Что вы смотрите на других людей? Всегда бесило в людях такое качество. Увидел что-то у кого-то там, к примеру, да? У неё такое платье. Я себе тоже хочу такое. Или ещё хуже. Я себе лучше хочу. Понимаете, вот это качество, это говёное качество. Я не исключение, поверьте мне. Я не говорю, что я пушистая. Я в себе пытаюсь, может быть, подавить это, да? Может быть, избавиться от такого качества, от того качества, которое не приносит мне, в частности, добро. Это зависть, какая-то, знаете, мелочность. Не смотрите на других людей. Кто-то заимел машину, кто-то дом, а вы за всё это время на корку хлеба ели, находили деньги. Все мы разные. И не нужно смотреть каждому в душу или каждому в дом лезть. Кто, как заработал. Это пусть будет на его совести. Не нужно быть судьёй в этом мире. Не нужно судить людей за их проступки. Наворовали, наворовались. И ладно. Они теперь, может, будут сидеть, молчать, сопеть в две дырки и делать что-то на благо общества. А так как вы себя ведёте этими митингами, своими протестами, лозунгами, что Путин или Медведи вор, этим всем вы отбиваете охоту что-либо делать, понимаете, не только у правительства. Мне даже не охота с такими людьми общаться. Читаешь эти комментарии и думаешь, да идите колоти. Чё ж ты такой тупой, блин? Я лично призываю только к тому, чтобы быть благоразумными. Всегда оставаться при своём мнении. Не смотреть и не слушать Петьку Ваську с соседней квартиры, блин, который там, когда тяпнет, начинает учить всех жизни. А вот там, а вот раньше колбаса по три копейки была. Вы просто поймите, что не будет, во-первых, так как раньше. Во-вторых, нужно идти к будущему. Нужно делать своё будущее. И то правительство, которое у вас сейчас есть, нужно хотя бы как-то его поддерживать. Как не крутите, все орут, там, Путин вор, хрена не делает, ничего не происходит, блин, в России. Упадок, все бомжи, безработица и всё такое. Честно вам сказать, я когда приехала в Россию, украинцы брались за любую работу. Так же, как узбеки, брались просто за всякую работу, за самую грязную даже, лишь бы просто получать деньги, лишь бы просто как-то выживать. Некоторые русские, что они делают в это время? Они живут на бабушкиной, дедушкиной пенсии, сидят на их шее. Ну, или те же мамы, папы, дяди и тёти. И жалуются при этом, какая хреновая у них жизнь. Какая плохая страна, в которой они живут? Ты даже не попробовал поработать, ты даже не нюхнул просто грязи, которая может приносить такие же деньги. Конечно, когда есть выбор, просто ничего не делать. Блин, честно, я с последними событиями, которые происходят, и на которые я натыкалась как раз-таки в интернете, да и вообще, благодаря каналу Немагии, я скоро буду знать, кто такой Хованский, Навальный. Кстати, его даже в лицо не помню. Я просто веду к тому, что я скоро буду в курсе просто всех событий, буду знать просто всё обо всех и везде и всегда. Хотя мне это не нужно. Я просто переживаю за себя в первую очередь, за то, какой моя жизнь будет дальше, и за страну в целом. Я приехала в Россию, потому что она такая великая, потому что здесь народ сплочённый, потому что здесь правитель качественный. Якобы все на Украине тупые, поприходили там, шороху навели на Майдане. А что вы делаете? Тоже люди приходили там, что-то орали, доказывали свою точку зрения. Стадные инстинкты. Это плохо. Только не думайте, что это какой-то негатив, это просто мои мысли. Это то же самое, если бы я кого-то из подписчиков увидела бы на улице, и мы бы просто поговорили на эту тему, да, или на любую другую тему. Я даже в жизни высказываюсь очень резко о каких-то вещах. У меня есть своя именно твёрдая точка зрения. Кто-то видит в этом такую бабищу именно по столу, так именно кулаком, и все по углам спрятались. Но я такая, и в принципе, если кому-то это не нравится, то никто никого не заставляет смотреть, слушать и выдерживать это всё правильно. Я же здесь не привязала всех.